Свет российского кинематографа, церемонии вручения премии Золотой Орел, накал страстей и интрига награждения сохранялись до конца торжественного вечера. Шестой раз в Москве прошла торжественная церемония вручения национальной кинопремии Золотой Орел. Приветствие кинематографистам направил президент России Владимир Путин. Это итог 2007 года. 20 номинаций. Экспертный совет, который возглавляет киновед Кирилл Разлогов, рекомендовал киноакадемикам для голосования 32 полнометражные игровые картины, 33 неигровых фильма, 10 мини-сериалов и 10 больших, 29 зарубежных фильмов, бывших в российском прокате. Награду за лучшую мужскую роль второго плана присуждена посмертно Александру Абдулову. Репортаж о шестой церемонии награждения национальной кинопремии Золотой Орел, сообщает Оксана Карас. Национальная премия Золотой Орел в этом году получилась очень напряженным. В самой престижной номинации лучший игровой фильм склеснулись пять картин. Простые вещи Алексея Попогревского, путешествия с домашними животными Веры Сторожевой, Монгол Сергея Бодрова, артистка Станислава Говорухина и 12 Никиты Михалкова. Несмотря на очевидное стилистическое и жанровое разнообразие номинантов, по мнению президента Академии Владимира Наумова, у всех этих лент есть нечто общее. Как сказал Фёдор Михайлович Достоевский, ну буквально-то я боюсь процитировать, но смысл такой, что душа – это поле битвы дьявола с Богом. Вот появляются картины у нас, где решаются очень сложные внутренние и колоссальные по масштабу вопросы внутри человеческих конфликтов. Картина Никиты Михалкова изначально считалась фаворитом и была заявлена в шести номинациях. Кроме того, накануне стало известно, что «Монгол» и «12» также номинированы на премию «Оскар». То, что лента «12» в итоге была признана лучшим фильмом года и принесла его создателю приз за лучшую режиссуру, похоже, не удивило даже конкурентов. У нас клеймо «Артхауза» всегда побеждает достойно. Интересный прецедент был создан в номинации «Главная мужская роль». 12 актеров фильма «12» и Никита Сергеевич в том числе были номинированы как один человек против Гитлера Сухорукова, агитбригада «Бей врага» и Фёдора Бондурчука, фильм «Кислик». Они взяли своего орла. Когда каждый актер как, не знаю, инструмент какого-то большого оркестра, симфонии исполняется целиком, и нельзя, наверное, убрать какой-то отдельный инструмент, и то, что выдвигается ансамбль за эту работу в этой номинации, это, конечно, беспрецедентный случай. Вот, поскольку замечательные коллеги, вот мы все номинируемся. Мы взяли это, по большому счёту, в Мутанском фестивале, когда были представлены все восемь актрис у картины Альмадова «Восемь женщин». Азона «Восемь женщин». В номинации «Лучшая женская роль» победила Евгения Добровольская, сыгравшая в артистке Станислава Говорухина. Лучшим сценаристом признали Алексея Попогребского за картину «Простые вещи», которая стала его режиссёрским дебютом. «Золотого орла» за операторскую работу получил Владимир Климов, работавший в фильме «Ленинград». Оксана Карас, Илья Туревич, служба информации, телеканала «Культура».